...меры для старейшей отправки их на фронт. А, белый плач! Локерничьи солдаты, пусть садами весьма враждебно, бросают камни в окна, то и прочее, да и на самой роте происходят в этой роте, в этой роте собрались более интеллектуальные особи, жарятся, что Бочкарёва слишком грубар и бьёт морды, как заправский вагон, старого режима. Слухи о её звездных доходят даже до Керенского. Кроме того, поднимаются протесты против обязательной стрижки волос под гребёнку, ведённой Бочкарёвой. А, мне кажется, садами засветились. Всё, и начнёмся, да? Ага. А я думала, ты тоже надоел? Я такая, тоже подумала. Стракан, говорю, такого не было. А ты красный, кажется. Мы видим, как на позициях русской армии выступал агитатор. Теперь же мы с вами там, в Галиции, в 1917 идём. Группа русских встречается с группой немецких парламентёров. Сейчас же трудно сказать, кто виноват во всех этих событиях, революция или деятельность в германский разъём. Но мы видим результат. Под видом братании чисто германская армия пытается выяснить расположение основных позиций, основных огнилых точек русской армии, которая стоит перед ним. Конечно же, они знали о готовившемся наступлении. Наступление готовилось ещё с марта месяца 1917 года, и все сведения у германского генерального этапа были. Но кроме стратегической разведки нужна и тактическая разведка. С помощью спиртного, с помощью посылок о мире, с помощью красивых фраз немецкие солдаты, очень частые переодетые немецкие офицеры, пытаются уговорить русских солдат рассказать о том, как они живут в своих окопах, провести свои окопы и показать их в свою жизнь. Мы на русских позициях также сидят. Люди, которые воевали не первый год. Они понимают, что противник не под этим записывал. И по показу русскому мантову бросающихся солдат от федерального и русского армии. Но среди тех, кто выходил, бросаются только русские солдаты и офицеры, которые, за это время, успеют сразу позицию противника. И вот и начинается бой. В Руковском патери, и micsuzionais, которые наступают по борьбам на стройке, и по борьбам на стройке. И что-то знаете, что идет русская авминистерная русский армия. Встреча с Галицией Встреча с Галицией Встреча с Галицией Устанавливается артиллерийский рецепт. Когда в артиллерии вела эффективная войска позиция противника, впереди расширяются артиллерийские наблюдатели, которые находятся примерно в центре позиции за окном, ниже горячей с окном стенах. Там мы видим приборы наблюдения, в помощи сотрудников, они сообщают на артиллерийскую батарею артиллерийская разведка. Координаты вражеской с целью. Артиллерия начинает свой обстрел только после того, как бой сидит наблюдателя. Артиллерийская разведка. Мерцы знают о предстоящем наступлении, они готовятся к этому наступлению. А наша сила, сила нашей артиллерии, должна сломать передовые позиции верных, и дать возможности уйти к нашим истям дальше вглубь территорий. Встреча с Великой войной Одной из новостей в период Великой войны броневые взятие броневых автомобилей. На поле реконструкции появляется пусечно-пулеметный броневых автомобилей «Манусь-Мандула». В первую очередь данная трасса по статистическому вооружению «Роскопер» разработана была еще в 1940 году. За исцеление первой автопулеметной роги вооруженный броневых автомобилей «Манусь-Мандула». Соединенные базы броневых автомобилей «Манусь-Мандула» «Манусь-Мандула» До детства артиллерийского огня и кроме автомобиля, русские вычарники пытаются идти вперед. Офицеры указывают наступление и командуют своими подразделениями с помощью Кривиев и Саши, потому что на поле боя отзвучили выстрелы, потому что практически не слышно. Но мы видим, что в бой идут так ударники, так обычные тяжелые части. И так мы видим, что в первой части идёт знаменитый батальон Марии Бочкарёвой. Мы уже видим, что белым погонам, лишь на плитях белые погоны с черно-красной полоской. Красная полоска означает готовность борьбы за революцию, а черная готовность уберечься за неё. А белая – это, конечно, действие киска и борьба за православную веру, потому что все в этом батальоне были православными крестьянами. И вот практически в полный рост, вы не считаете, как вражеские стульные, под пульми, под пульми, под пульми, под пульми, под пульми, под пульми, под пульми. И вот показывают 50 градусов, 50 наступления. И вот очень медленно продвигается вперёд русская песота. Мы видим, что воспользовались на месте, и тем, что часть солдат, распропагандированная большинсками и батальонистами, бежала в пуль, германская армия предпринимает попыту к центру атаку. Под командой своей победы, германская армия предпринимает попыту к центру атаку. Германская армия предпринимает попыту к центру атаку. А все ближе и ближе подходят к центру атаку. А вот с отражениями пехоты идёт артиллерийская бюл. Со стороны русской армия мы видим, что в этой стране в 3-9-й полевая старострельная пыта образца 1902 года. Зеликое 3-9-е. Она была разработана из-под пяти опыта русской скоростной войны. В 1913 году это было великая распространительная пыта, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас мы видим как раз такую ситуацию ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот в атаку идет русская пехота Будет последние бои героической армии Немцы уходят в бойские предприятия Для того чтобы выйти с первой линией своих окопов Чтобы оттуда атаки стержать Наступателей вторых русской армии Русская дефота медленно, но верно продвижается вперед. К сожалению, из-за большой поддержки со стороны других частей атакует слишком большая гордость русских методинцев. А артиллерийский вал переносится все дальше и дальше. И уже обрабатывается передняя, а потом и вторая линия германских окопов. Все эти окопы затянулись гарью барокового и горстичного дыма. Газы — смертельное оружие Великой войны. Первые его применили немцы. Потом на себе его испытала русская армия под Особцом. Идеальческая атака русских мертвецов поставила тогда вступить в германское командование. А сейчас все эти даже обрабатывают германские позиции. Все тогда-то возвращаются. За все приходится играть. И вот русская пехота сконцентрировалась для последнего рывка в сторону противника. Кавалерия также вышла на исходные позиции. Градусские орудия уничтожены. Зампист орудий сняты. Батарея врага больше для нас не опасна. Теперь задача кавалерии мастерованным ударом по фланг поддержать свою пехоту. Мы имеем, чтобы гранит, который раз перешел уже на другую сторону. Теперь захват и начать русской армии — достаточно частая ситуация для событий времен Великой войны. Бронететница очень часто пересматривалась и украшивала то в одной, то в другой стороне. Мы видим, что бронеавтомобиль в своей 47-миллиметрой русской госпице ведет огонь по противнику. Под поддержкой русской артиллерии трехдюймовой батареи, которая находится на дальних позициях, и пушки с бронеавтомобилем «Манус-Ман-Мулак», русская армия дальше продвигается в атаку. АПЛОДИСМЕНТОЙ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ